друзья мои всем привет сегодня у меня как бы заключительная часть по денежным деревьям это мое четвертое денежное дерево хотя ну здесь нет но здесь три ну я как четвертую четвертую такой бедерка свое четвертый свой кустик я зову как единое дерево хотя здесь три сегодня я буду стричь хотела вам показать кое-что по нему друзья как я уже говорила здесь у меня три и видите они развиваются неравномерно значит большое среднее и тонюсенькая тонюсенькая когда-то в свое время сейчас вот с этой стороны зайду вот здесь видите я оставляла кольцо уже старенькая старенькая чтобы они у меня не срастались а вот ну обычно знаете как они там переплетаются то да сё вот ну так она у меня и привязанная стоит пока и вот вот этот вот у меня самый маленький самый такой я его как бы все стараюсь 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 нарастить но пока она у меня никак не крепнет не крепнет и получается вот она вот она самое такое маленькая самая низенькая вот сбоку припеку а вот это вот на него давит в общем ребят я буду делать обрезку такому принципу ну давайте заглянем вовнутрь вот все вот такие вот видите вот тоненькая она смотрит вовнутрь буду убирать вот эти буду убирать вот эти буду убирать вот это она самаborne вот мерно вот она уже отмирает все внутри то что растет вот видите вовнутрь все буду обрезать чтобы было больше света ну и смотреть там какие ветки приплетаются будут тоже убирать и немножечко укорачивать вот смотрите друзья была обрезка вот как она выросла вот как она выросла вот 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 где-то сантиметров 70 вот она была обрезка как она хорошо разрослось вот она была обрезка вот ну по эту пору и буду обрезать снова вот так значит принцип я вам рассказала вот смотрите опять раздвигаю вот это вот все что растет внутри вот 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 все убираю вот смотрите вот это вот все смотрите это буду все внутри убирать но и так друзья приступаем как всегда солнце мне глаза сильно чуть-чуть пододвину наверное зайду против солнца с божьей помощью ночью хороший черенок хороший вот это обрежу наверно такой вот форма закругляющийся буду делать поэтому вот так ну и как всегда эти миленькие все укорачиваю там два листочка так смотрю дальше здесь что и допустим вот так здесь что вот пойдет вот личненько вот правда уже четко видно и понятно теперь вот здесь здесь обрежу вот она сухая обрезаю опять это была маленькая веточка и вот она как это сказать перевершинилась была маленькая стала вершинкой вот уже ясно и понятно что у нас и как сейчас я пока внешне обстегу более-менее да а потом уже буду закапываться вовнутрь так это вот так обрежу там желательно бы пройти каждую каждую веточку и все лишнее убрать которые видите вот они даже сами тут отмирают потому что и не хватает цвета они загущаются вот видите они уже друг другу тут мешают поэтому вот эту вот покажу вам сейчас вот эту вот ветку я уберу чтобы она не мешала вот тут мешается здесь внутри вырезала видите почти ну не почти а полностью сухая потому что росла вовнутрь а если растет вовнутрь и толку не будет вот это вообще тоже вовнутрь в обратную сторону так смотрим дальше вот они все сухие вот полностью сухая выпускать они выпускают но если у них нет света они начинают слабеть и пропадают в итоге поэтому чтобы они не тянули у других так смотрим здесь здесь как давайте вот так что здесь было обрезка вот здесь сейчас нужно сделать чуть чуть-чуть обрежем сразу чтобы она не возомнила себя вершинкой так вот здесь немножко не тесно это вот ветка как будто бы мешает да видите они вот тут соприкасаются друг с другом спорят хочется какой-то какой-то убрать из них какую еще не решила подумать надо подумать убрать всегда так что это дело это дело и и и и и и и и Вот, эти тоже здесь как-то торчат. Ну и хорошо бы, конечно, отходить и смотреть со всех сторон, как оно. Вот сейчас вот прям такой конкретный шарик, да? Смотрим дальше и стрижем. Друзья, ну стрижку я полностью закончила. Смотрите, дерево у меня уже светится, уже проредила, довольно-таки много проредила. Вот, теперь форма, конечно, там не идеальная, круглая, но я смотрела, пока еще дерево не готово к тому, чтобы его просто стричь по кругу, не думая. Вот, например, вот эта ветка у меня слабая, и я постаралась убрать немножко побольше сверху, вот здесь, даже можно еще вот здесь чуть-чуть убрать, чуть-чуть. Для чего? Чтобы те ветки получали больше света. Я сейчас, наверное, здесь чуть-чуть еще прорежу. Вот. И эта сторона стояла у меня сейчас вот в забору, и видите, даже несмотря на то, что лето и стоит на улице, но от забора бетонного большая тень, поэтому здесь более, так сказать, лысо. Теперь надо поставить так, чтобы вот здесь были солнечные лучи, чтобы здесь немножечко поросло. Ну и ту сторону. Та сторона сейчас хорошая, зеленая. Вот эта вот веточка моя слабая, зеленая. Ну и это, естественно, надо, чтобы и эта, конечно, росла. Ну, в общем, сейчас немножко взрыхлю почву, досыплю чуть-чуть, ну так, скажем, с литр земельки досыплю немножко свеженькой, полью, и все, мое дерево готово. И вот хотела вам показать, что у меня приключилось с мелким, с моим. Я умудрилась, умудрилась полить его в солнечный жаркий день. Вот. И листики мои, видите, погорели у стриженного. Вот. Ну, новенькие растут все равно. Вот они молоденькие растут. Вот. Прошло две недели, и вот так я немножечко испортила свой фикус. Вот. Это тот фикус, который я стригла первым. Мои собачули по двору ходят. Вот. Ну, друзья, на этом все. Было полезное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...